Встречащая участница шоу Росмеши комика приехала из города Киев, а это означает, что уехала она недалеко. Встречаем на этой сцене Галину Васильевну Шевченко. Расплечи свежного, просмеши меня, расскажи меня. Мы рады вас приветствовать, и эти аплодисменты для вас. Спасибо. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, Галина Васильевна. Слушаюсь. Как вы решились на участие в шоу Росмеши комика? Как я решилась, потому что я всегда смотрю ваши выступления, и мне очень нравится. Думаю, почему бы и мне не пойти? И так решилась. Молодец, Галина Васильевна. Вот тут в анкете написано, значит, самый смешной случай в вашей жизни. Написано, значит, сразу трое как-то влюбились в меня. И я не знала, что с ними делать. Аплодисменты. Доразительный смех. Галина Васильевна, даже если у вас не приготовлен никакой номер, просто смейтесь. В течение минуты. Приготовлен номер, приготовлен. Детский лепет. Подождите, остановите, у Вовы же был вопрос. Так я и спрашиваю, что же это за смешной случай? Что за смешной случай? Скажу, детский лепет. Сынок спрашивает, папа, скажи, за кого наша мама вышла замуж? Он говорит, ну, сынок, что ты такое говоришь? Конечно, за меня. А почему ты спрашиваешь? А я вчера слышал по телефону, как мама говорила, вышла замуж за козла. Да, да. Галина Васильевна. Галина Васильевна, дорогая. Это все-таки было уже выступление. Да, похоже так. Галина Васильевна. Это выступление. Подождите, не расплескайте весь смех. Сейчас будем выступать. Я хочу вам напомнить, что для того, чтобы рассмешить комиков, у вас есть одна минута. Готовы? Давайте. В лесу собирает, идет лесник, видит бабулька, она собирала грибы. Он говорит, не посмотрел, говорит, сейчас же выбросить. Это есть нельзя. Кто вам сказал, что буду есть? Я это на продажу насобирала. Я это продавать буду. Галина Васильевна, вы выиграли одну тысячу гривен. Спасибо. Вы знаете, вот говорят, улыбнулся во все тридцать два. Только что, Владимир Зеленский, улыбнулся во всю тысячу. На наши глаза. Но это выдержать невозможно. У Галины Васильевны такой заразительный смех, правда. Галина Васильевна. Слушаю вас. Я хочу вам сказать о том, что вы выиграли одну тысячу гривен. Не смейте сейчас, это не очень смешно. Молчу. Вы можете потерять эти деньги, если не заставите комиков смеяться. Но можете выиграть пять тысяч гривен. Одним словом, я предлагаю вам сейчас решение. Забрать тысячу гривен и уйти со сцены. Или продолжить выступление и дерзнуть выиграть пять тысяч гривен. Что вы выбираете? Еще раз выступлю. Хорошо. У вас есть минута. Так, детский лепет. Мама, я знаю секрет нашей бабушки. Какой секрет? Нет, никакого секрета. Нет, у нашей бабушки Лиды есть хвостик. Какой хвостик? Ты неправильно говоришь, сынок. Правильно, я слышу, как дедулька вчера сказал. Бабулька, держи хвост пистолетом. Галина Васильевна, вы выиграли пять тысяч гривен. Нет, я не могу ничего сделать. Все. Ни слова больше не произнесем. Вы сможете выиграть десять тысяч гривен, если заставите комиков смеяться в течение следующей минуты. Но, Галина Васильевна, вы можете остановиться, забрать пять тысяч гривен и уйти победительницей. Что вы выбираете? Попробую. Вы знаете что? Дам вам короткий совет, Галина Васильевна. Шутки покороче, а смех подлиннее. Поехали. Так, тундра, эскимос идет, ставит зимой капканы на пушнину. Идет русский. Русский говорит, о, чукча. А затем идет, раз и в капкан попал. Попал, не знаю, что кричит. Люди, помогите. А, люди. Если так, так чукча, а так, так люди. Да. Да. Мне кажется, раскрыт секрет удивительной популярности Галины Васильевны. Вы выиграли десять тысяч гривен. А, люди. Галина Васильевна, скажите. Дима, я просто хочу сказать. Мы, мне кажется, уже вот так вот смеяться. Не будем, как мне кажется. Я совершенно с тобой согласен. Галина Васильевна, я вот хотел спросить. Скажите, какая у вас пенсия? Пенсия какая? Ну, перед тем, как вы засмеетесь, какая у вас пенсия? В общем, так. Рабочий стаж у меня 65 лет. Браво. Я особо... Имею медаль за особые заслуги. Тысяча шестьсот моя пенсия. Думаю, за 65 лет я заработал. Галина Васильевна. Я вас слушаю. У меня такое ощущение, что я разговариваю с вами по телефону. Алло. Галина Васильевна, я вас слушаю. Я слушаю вас. Во-первых, Галина Васильевна, я думаю, что вы первая пенсионерка в моей жизни, чей телефон я хотел бы попросить. Потому что, если у меня будет плохое настроение, я буду вам звонить. Пожалуйста. Галина Васильевна. Назвать номер телефона. Застали врасплох. Вы сейчас уже заработали 10 тысяч гривен. Да. Вы забираете деньги или продолжаете выступление, чтобы, внимание, выиграть 20 тысяч гривен? Ну, я же не знаю, как вы будете смеяться. Решение за вами, Галина Васильевна. Есть подозрение, что комики вряд ли будут смеяться дальше. Да, они уже насмеялись. Хорошо, тогда забирайте 10 тысяч. Галина Васильевна, вы выиграли 10 тысяч гривен. Прошу вас. Размеши свежного. Сделай, чтобы парень смеялся. Размеши свежного. И под столом валяться. Размеши свежного. Пусть намочат колдотки. Размеши свежного. Но только не спорные щекотки. Мне нравится. И им понравилось. Смеялся очень хорошо Владимир Александрович и Миша. Клевая. Клевая. Как говорится, смех без причины – признак хорошего актерского мастерства. Молодец, Галина Васильевна. Можно? Молодец. Молодец. Приятно, когда выигрывают деньги такие люди. А мне напомнило из этого мульта, когда «Ваша песенка спета». «Ваша песенка спета». Ладно. Ваша песенка. Нет, я вы compost. Есть, сын. Продолжение следует...